Время новостей на телеканале Север. В студии Ксения Носова. Здравствуйте! Сегодня выпуски. Закрытие зимника, северный завоз, выплаты на детей от 3 до 7 лет. Эти и другие вопросы обсудили в ходе очередного расширенного совещания при главе региона. В жилищном тупике оказалась семья из Нижней Пеши. Специалистов культуры, которые воспитывают ребенка-инвалида, попросили освободить занимаемую квартиру. По какой причине? На 10 дней раньше весенний поводок в Заполярье ожидается в середине мая. Одна из причин раннего половодия – теплый апрель. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. По состоянию на 30 апреля в Ниньском округе зарегистрировано 1093 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Впрочем, за прошедшие сутки новых случаев не выявлено. Под наблюдением и лечением находятся 11 человек. Из них стационарное получает один житель, а остальные проходят амбулаторное лечение. Напомню, на территории Ниньского округа все еще действует режим повышенной готовности и масочный режим. А вот двухнедельная самоизоляция по приезду отменена. Посты эпидконтроля в аэропорту и на Лаевожской дороге также сняты. Все интересующие вопросы, связанные с COVID-19, вы можете задать по телефону 112. Звонок бесплатный. Закрытие зимника, северный завоз, выплаты на детей от 3 до 7 лет. Эти и другие вопросы обсудили в ходе очередного расширенного совещания при главе региона. Тему продолжит Наталья Дуркина. Пока зимник на Ринмар-Тельвицке еще открыт для проезда, временная дорога, которая связывает столицу Ниньницкого округа с Республикой Коми на замке, теперь уже окончательно. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта. Как пояснил Павел Мосяков, ранее на дорогу выезжала комиссия с проверкой, в ходе которой и было принято решение о закрытии зимника. Действительно, были скрылись ручьи, то есть, во-первых, и небезопасно было движение по зимнику, и в том числе, так сказать, ущерб тундре могли нанести. Поэтому зимник был закрыт с 10 числа, первоначально его планировали закрыть с 12, но вся та техника, которая была на ДРП, так сказать, ее сопроводили, то есть, она вся благополучно доехала до Наримара. Зимник уже не откроют. В ходе совещания губернатор региона Юрий Бездудный поделился итогами поездки на восток округа. Он посетил Амдерму и Варнак, где провел встречу с населением. В каждом из этих населенных пунктов проводили встречи с жителями. И в Амдерме, и в Варнаке люди жаловались на скорость интернета. А в Амдерме еще и на качество мобильной связи. Связь в обоих населенных пунктах идет по спутнику. Из-за погодных условий качество сигнала часто ухудшается. В Департаменте цифрового развития связи и массовых коммуникаций наметили планы по устранению проблемы. В долгосрочной перспективе планируется вывод от проекта мегафона Arctic Connect оптики до Амдермы. Но тогда это у нас будет полный широкополосный оптический интернет со всеми вытекающими последствиями. То есть это и качество связи, и мобильные в том числе. Но тем не менее, думаю, что в сроках 4-5 лет мы просто закроем. Что касается, возвращаясь, спутникового канала, то есть у нас это получается перенос оборудования, модернизация спутникового оборудования и настройка оборудования МТС. Это то, что мы вот сейчас запланировали в ближайшее время делать. В свою очередь Юрий Бездудный поручил закрепить нескольких специалистов НКС, которые по запросам глав могли бы обследовать технику и устранять препятствия для нормальной работы интернета. В ходе рабочей поездки в Амдерму Юрий Бездудный также посетил физкультурно-оздоровительный комплекс. Мы с коллегами были на ФОКе, новом ФОКе, заметьте, новом ФОКе. И были удивлены тем качеством покрытия, которое в спортзале. Мало того, что оно вздулось, там какой-то немыслимый линолеум. В адрес подрядчика был направлен письменный запрос. В скором времени представитель организации посетит Амдерму. За ходом выполнения своих обязательств будет следить за Полярный район. А теперь, что касается Северного завоза. В аукционе принимали участие две компании – Ниницкая нефтяная компания и «Вертикаль». Победителем признан участник из Москвы. Так как компания впервые будет поставлять в округ энергоресурсы, было принято решение проконтролировать их работу. У нас выиграла незнакомая нам коммерческая фирма из города Москвы – «ЗАО «Вертикаль». Закон есть закон, с ними произошла экономия торгов на 40 миллионов. Поэтому заключать контракт необходимо будет с ними. Но поскольку люди эти не знакомы нам, мы направили письма соответствующие в прокуратуру, ФСБ и ОВД с просьбой проконтролировать соблюдение закона при поставке этих продуктов в Ниницкий округ в следующем году. Согласно контракту, обществу «Вертикаль» необходимо поставить в регион 11,4 тысячи тонн нефтепродуктов, более 22 тысяч тонн каменного угля, 8 тысяч кубометров дров и почти 313 тонн топливных брикетов. Топливные брикеты должны быть изготовлены из химически необработанной древесины твёрдых и мягких пород деревьев. Также в ходе оперативного совещания поднимали вопрос о выплатах на детей от 3 до 7 лет. Как сообщила Елена Левина, с 1 апреля можно подать заявление о перерасчёте размера этой выплаты. В основном граждане обращаются через портал госуслуг. На сегодняшний день принято более 500 заявлений. Открыта горячая линия на базе нашего центра ОСЗН. Открыто отвечают на вопросы. Также можно позвонить департамент, заявитель связан со специалистом и будут даны максимально корректные ответы в рамках этого законодательства. Вопросов у нас у самих много. Но, по крайней мере, в тесном взаимодействии с профильным министерством отрабатываем. То есть замминистра батального бюджета, мужчина помогает в этом. Все вопросы, связанные с назначением ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет, можно задать специалистам отделения социальной защиты населения по телефону, который вы видите на своих экранах. В жилищном тупике оказалась семья Протопоповых из села Нижняя Пёша. У специалистов культуры, которые воспитывают ребёнка-инвалида, закончился договор коммерческого найма жилья. Продлевать соглашение по аренде вместо администрации отказались. И несмотря на то, что Протопоповы продолжают работать в сельском ДК, семью попросили освободить занимаемую жилплощадь. Алина Ваучейская продолжит. Хороший ремонт, высокие потолки, несколько комнат, а главное – тепло. Надежда Протопопова сегодня проживает в лучшем многоквартирном доме села Нижняя Пёша. Он был сдан в эксплуатацию 5 лет назад. Надежда вместе с мужем и сыном-инвалидом оказалась в числе счастливых новосёлов. Надежда воспитывает 9-летнего Егора. У мальчика аутизм. Поэтому ребёнок требует к себе повышенного внимания и, конечно, комфортных условий для проживания. К слову, первые два года до новоселья семья Протопоповых ютили себе в хамжилье. Они переехали в Нижнюю Пёшу из села Несь, так как Надежду пригласили возглавить местный дом культуры. Впрочем, этой весной договор коммерческого найма закончился. Письмо без уведомления я получила первое от них 30 марта. Договор закончился 24 марта. Я прилетела с семинара работников культуры и нашла в ящике просто конверт, что договор с вами не будет продлеваться, просьба освободить занимаемую площадь. В ответ я стала писать, снова обращаться к главе. Указывала, что у меня ребёнок инвалид, что ещё зима на улице, никогда людей среди зимы не выгоняли. На что мне уже повторно два раза был ответ, что нет, выселяйтесь в течение трёх суток, а иначе мы вас выселим через суд. Тогда Надежда обратилась в окружную прокуратуру, к уполномоченному по защите прав ребёнка и в органы региональной исполнительной власти, а также наняла юриста. Женщина собирается судиться с администрацией посёлка, так как идти с ребёнком инвалидом ей некуда. Я не считаю, что мы должны выходить, так как было нарушено законодательство, гражданский кодекс, статья 684, согласно которой администрация, то есть они нам дали в аренду это помещение, они должны были меня уведомить за три месяца о том, что не намерены продлевать со мной договор аренды. Этого они не сделали. Проблема с жильём в Нижней Пёше сегодня едва ли не самая главная. Большая часть муниципального жилфонда находится в ветхом или аварийном состоянии. А новые дома почему-то не строятся. Как пояснила глава сельского совета, три года назад должны были приступить к возведению многоквартирной двухэтажки. Но подрядчик тянул время. В итоге договор с ним расторгли. Сейчас в селе ждут новых строителей. Рассчитываем оба, что всё-таки в летнее, осеннее время строительство двух восьмиквартирных домов на подготовленном земельном участке будет начато. В результате чего пойдёт под расселение обязательно два восьмиквартирных дома. Это новая 11 и новая 13, которые признаны ветхими и аварийными и включены в программу о расселении жилья в срок до 2018 года. На дворе сейчас 2021 год. Поэтому прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд, чтобы обязать нас расселить эти два дома в срок до 1 июля 2021 года. Подчеркиваю, 2021 года. Откуда я возьму это жильё? Поэтому мне приходится пойти на те условия, что на те шаги, чтобы не продлять где-то коммерческий найм. Протопоповы тем временем спасаются только песнями. Мужы компонируют хору, Надежда занимается развитием культур на селе. Проводят мастер-классы для детей и взрослых. Вечерами готовятся к концертам. Куда без культуры, да? Куда без песен? Вот мы пенсионеры, нам ничего не надо, нам только бы попить. Вот представьте себе, вот если не дадут надежды жильё, вот семье, да, вот они будут вынуждены уехать. Я уже говорила об этом в администрации. Значит, мы лишимся, село лишится двух специалистов. Специалистам куда деваться? Не на улице жить, правильно? Да. И вот потом, да? И всё, они будут вынуждены уехать. Такая же ситуация у нас может быть с фельдшером, такая же ситуация может быть с учителем. Они также живут в коммерческих наймах, у которых тоже может срок закончиться. Не сегодня, а завтра. И что? Кстати, все кружки и репетиции сотрудники Дома культуры сегодня проводят в издании физкультурно-оздоровительного комплекса. Старый ДК снесли осенью 2020 года. Вот и получается. Культура в Нижней Пёше держится лишь на энтузиазме творческих людей. В тесноте, как говорится, да не в обиде. И в продолжении темы необходимости строительства на селе. В региональном парламенте обсудили возможность привлечения частных инвестиций на возведение социальных объектов. Особенно это актуально для небольших сельских населенных пунктов. Председатель комиссии по экономической политике и бюджету Наталья Кордакова отметила, что реализация инвестпроектов силами субъектов малого и среднего бизнеса позволит ускоренным темпам решить задачи по поводу новых социальных объектов и распределить нагрузку на региональный бюджет. Ольга Руссел раскроет тему. В частности, Наталья Кордакова отметила, что при строительстве школ, спортплощадок и фоков, детских садов и домов культуры исключительно за счет бюджетных средств возникают некоторые проблемы. Это и недобросовестные подрядчики, сложности с логистикой, поэтому необходимо активнее привлекать малый и средний бизнес к строительству значимых объектов на селе. В Харуте у них проводится 8 кружков различных, в которых принимают участие как младшее поколение, так и старшее поколение. Но в то же время здание, во многом зависит от того, как проводится работа, в каком состоянии материально-технической базы зданий. Здание в поселке Харута было построено в 1961 году. Площадь которого составляет где-то более 300 метров квадратных. А в Усть-Каре здание было построено в 1957 году. И там площадь вообще маленькая, где-то 160 метров квадратных. Для такого крупного, ну вот по тем меркам, крупного населенного пункта, где-то проживает 600 человек, это, конечно, очень мало. Наталья Кордакова подчеркнула, что сохранение и развитие культуры на селе – это архиважная задача органов власти. Вместе с тем, многодомов культуры на селе имеют слабую материально-техническую базу, не соответствующую современным стандартам. Проекты практически готовы по этим населенным пунктам. Площадь общая где-то будет 500 с небольшим. 417 метров квадратных – это общая площадь здания, в котором будет у нас и танцевальный зал, и, значит, будет отдельная библиотека, зал для зрителей в целом будет. В общем, практически все уже готово, но земельные участки также готовы. Эти земельные участки выкуплены сегодня у нас предпринимателем в одном Курленко, во втором Паков. Выкупили, и я надеюсь, что уже в этом году, но во всяком случае так планируют, у нас малый и средний бизнес построить здание в Харуте уже в этом году, в 2021 году. Планируется, что дом культуры в Усть-Каре появится в следующем году. Как рассказал депутат окружного собрания и предприниматель Анатолий Курленко, в настоящее время компанией отобран проект для строительства в Усть-Каре дома культуры на 108 мест. На сегодняшний момент он привязывается к земельному участку, который мы выиграли по аукциону в Усть-Каре, и будем строить дом культуры. Единственное, что сейчас добиваем проект, ознакомим непосредственно муниципальное образование с данным проектом, примем их пожелания, внесем корректировку, и после этого будем закупать непосредственный материал для изготовления, для строительства дома культуры в Усть-Каре. По мнению депутата, это определенный вклад предпринимателей в развитие муниципальных образований. Ольга Русул, Вадим Стасек, Телеканал «Север». На 10 дней раньше весенний паводок в этом году пройдет ориентировочно в середине мая. Одна из причин раннего половодия – теплый апрель. Температура в этом месяце выше климатической нормы. Александра Литкова расскажет подробнее. Предпаводковое обследование Печоры от села Великовисочная до Осколково показало, на реке большое количество торосов, которые могут стать причиной заторов, что в свою очередь приведет к повышению уровня воды. При обследовании мы выявили, что в районе Великовисочная каменка Хангурей-Оксина наличие торосов по всей ширине реки и также навалы льда. А также Лабожская пыльмец тоже. Здесь еще сугубляется тем, что там огромные навалы льда, до, по-моему, даже трех метров навалы льда. Также в районе Макарова у нас навалы льда и торосы. И вот этот вот участок Куя Красная, тоже самое навалы льда и торосы по всей ширине реки. А Дике Осколково ровный ледостав, лед кристаллический, снежного льда совсем немного. Максимальная толщина льда была зафиксирована в районе деревни Каменка и составила почти полтора метра. В городецком шару 98 сантиметров – это минимум. Впрочем, на уровень воды влияет не только толщина льда и температура воздуха. Раннему вскрытию рек способствует не только температура воздуха выше климатической нормы, но и также уровни, которые устанавливаются на период становления ледостава, погода, которая формирует дальнейшую осень и зиму, также выпадение осадков, снегозапасы, количество снегозапасов. Ну и, конечно, вот это все в совокупности, оно у нас формирует дату выхода ледохода по нашему округу в районе города Наринмар. Это будет 17 мая, что на 10 дней раньше среднемноголетних сроков. Тем временем окружные власти готовятся к паводку. В эти дни по всей России проходит командно-штабное учение, в том числе по отработке вопросов, связанных с весенним половодьем. Основная цель таких учений – это проверка готовности, совершенствование знаний и практических навыков органов управления сил и средств территориальной и функциональной подсистемы, единой государственной системы предупреждения о ликвидации чрезвычайных ситуаций. Комиссией по предупреждению и ликвидации ЧАЭС утвержден план мероприятий на период паводка и список населенных пунктов, находящихся в зоне подтопления. В зоне возможного подтопления могут оказаться 11 населенных пунктов, это 8 муниципальных образований. Численность населения – более 2,5 тысяч человек, жилых домов – 696, социально значимых объектов – 27. Добавлю, ожидаемый уровень воды в Печоре в период половодия составит 500 сантиметров, а при наличии заторов может достигнуть отметки 600. Александра Литкова, Владислав Носкин, Вадим Стасюк, Телеканал Север. В эти выходные жители нашего округа смогут бесплатно привить своих домашних питомцев от бешенства. В субботу, 17 апреля, будут работать три мобильные бригады. Бесплатно вакцинировать своего питомца можно с 10 до 11 утра на специальной площадке для выгула собак в районе очистных сооружений. Затем с 11.30 до 12.30 ветеринары будут принимать на площадки по пересечению улицы Пионерской и Швецова с 14 до 15 на улице 60-летия октября около дома номер 5. 18 апреля будут работать две площадки. Одна около магазина «Снежинка» на улице Калмыково с 10 до 11 утра. Вторая в поселке «Искатели» на улице «Нефтяников» около дома номер 18 с 11.30 до 12.30. Напоминаю, ваш домашний любимец должен быть обработан антигельмидным препаратом за 10 дней до вакцинации. Хозяину при себе нужно иметь ветеринарный паспорт питомца. Уточнить всю информацию можно по телефону 8 818 53 2 30 28 или 2 30 25. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...